Сегодня мы с вами поговорим о проблемах со сном. Потому что когда мы говорили о вирусе, проблем таких как диабет, многие люди попросили поговорить о проблемах со сном, потому что сейчас у людей очень высокий уровень беспокойства, и это нарушает качество сна. И, конечно, в истории человечества всегда есть какие-то проблемы, связанные со сном и качеством сна. И вот это давнее изображение, что этот, посмотрите, человек, он лежит, находится в золотом доме, на золотой кровати, всё вокруг очень богатое, но при этом он не может хорошо спать. И это жаль. И также, как мы знаем, многие люди ложатся в кровати, вернулись, 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 до вечера, до ночи, но не могла спать. И также мы знаем, что такие феномены встречаются, что человек ложится в кровать, но ворочается до раннего утра и не может уснуть всю ночь. Это очень плохая ситуация. Но в основном у людей проблемы с качеством сна. Качество сна означает, что вы ложитесь в кровати, потом проходит только час или два, и вы лишь после этого можете уснуть. Или во время сна очень приходит много сновидений, которые вам мешают. И хорошее или плохое качество сна вы можете об этом судить на следующее утро. Если вы с утра проснулись, и ваш мозг ясный, ваше состояние ясное, пробужденное, голова чистая, значит, вы хорошо спали. Но большинство людей просыпаются с утра сонными, голова неясная, весь день хочется спать, сонливость. И весь день тоже такое размазанное состояние. И если плохое качество сна не влияет на другие органы, то в этом нет ничего страшного. Но если такое качество сна продолжается несколько недель или даже несколько месяцев, то это сказывается на функции других органов, а вот это уже может приводить к проблемам. И это может вызывать не только эмоциональные проблемы, то есть может подниматься больше беспокойство, также может быть стресс, волнение, даже страх. И также это может вызывать физические проблемы. И эмоциональные проблемы могут приводить к бессоннице, и также бессоннице, как следствие, может быть причиной эмоциональных проблем. И мы знаем, что часто у людей бывают какие-то эмоциональные проблемы, физические проблемы. И в течение длительного времени человек не знает, как ему выздороветь, восстановиться. И здесь нам это даёт идею, что мы можем сделать. Мы знаем, что китайская медицина — это древнейшие медицинские знания на Земле. И уже 3000 лет назад было много знаний о том, как использовать травы, как использовать упражнения. Например, 2500 лет назад в Китае были очень известны две медицинские школы. Это школа Желтого императора и школа Бьян-чуэ. И сейчас даже в медицинских университетах по-прежнему преподают знания из школы Желтого императора. И что касается школы Бьян-чуэ, мы преподаем знания из этой школы, но по этой школе нет книг. Вот почему эти знания так сложно преподавать в университетах. И здесь есть хороший момент, что в 2013 году медицинские книги из школы Бьян-чуэ были случайно обнаружены при раскопках в Чэн-ду. И были найдены книги, написаны на бамбуковых пластинах, как вы здесь видите, и также изображения человека с системой каналов или меридианов. И сейчас профессора уже перевели, упорядочили знания из этих книг. И здесь есть какие-то медицинские теории и патологии, и различные примеры по болезням, по их исцелению. Но по-прежнему, чтобы понять древние слова в этой книге, нужно время. Но одновременно в китайской медицине очень долгое время уже популярна и известна книга «Желтый трактат Желтого императора о внутреннем». И изначально эта книга также была написана на бамбуковых пластинах, но постепенно ее перенесли на бумажные носители. И сейчас эта книга считается самой древней, самой базовой и самой известной книгой по китайской медицине, и все студенты обучаются по этой книге. Иными словами, это база китайской медицины. И все остальные книги из этой книги. В этой книге беседа ведется от имени императора, поэтому книгу эту назвали как «Трактат Желтого императора». Среди древних китайских книг по медицине эта книга занимает первое место. В этой книге, в первой главе, «Трактат Желтого императора» «И в этой древней книге, в первой самой главе, рассказывается о том, как людям древности необходимо было себя вести, чтобы жить долго». И здесь говорится о том, как естественными способами мы можем поддерживать здоровье и долгую жизнь. Что природа или небеса или Бог говорят нам о том, что нам необходимо делать. И мы знаем, что во многих книгах в первой уже главе содержатся самые значимые слова. И давайте посмотрим, что такого важного есть уже в этой первой главе. Когда Желтый император только родился, он уже был очень умным, очень талантливым и мало говорил. И однажды он попросил совета у так называемого небесного учителя Тянши, другими словами, у шамана. Я слышал, что люди могли жить более чем 100 лет. Даже более чем 100 лет, они могли работать очень хорошо, они могли выглядеть очень хорошо, они могли слышать очень хорошо. И император спросил у учителя, учитель, скажи, почему в древности люди могли жить дольше 100 лет, и они сохраняли свою активность, у них зрение и слух были в хорошем качестве, они жили полноценной жизнью. И почему сейчас люди с елей с трудом доживают до 50 лет, и при этом уже они плохо двигаются, у них много проблем и болезней. Отчего так? То есть в очень древние времена люди с легкостью проживали и проходили 100 летний порог, а во времена жёлтого оператора уже еле-еле доживали до 50 лет. Откуда такая значимая разница? Так что, Чи-Бо, что учитель, или учитель, или учитель, или шаман, сказал, В веке, люди знали, что это дао, и знали, что дао производится в ян. И чтобы понимать, это технология, что это квадратная, что это квадратная. И шаман Чи-Бо, небесный учитель, ответил императору, что в древности люди жили в соответствии с дао, и они понимали космический закон, они понимали, что дао породил им и ян, и у них было понимание о различных цифрах, о необходимом количестве. Это та формула, которой мы часто пользуемся в имидж-медицине, что дао породило единицу, единица породила двойку, или им и ян. И в древности люди знали, что такое ян-ян. Они знали цифры. Что значит цифры? Например, если мы берём траву, мы знаем, в каком количестве траву нужно принимать, и как долго. И здесь также есть фраза, что нужно контролировать то, что и как, сколько ты ешь и пьёшь. Окей, so first is the food, our body, our food and drink. We cannot eat too much. We have to control. Прежде всего, это про еду и про питьё. Не нужно переедать, нужно это контролировать. И качество еды означает не то, что вам нужно есть какую-то дорогую еду, или труднодоступную. Еда должна быть также и простой. И здесь, обратите внимание, важно, чтобы был регулярный сон, то есть регулярность времени, когда вы ложитесь, когда вы встаёте, и также значимых качествах сна. Не нужно делать того, что не получается осуществить и затрачивать на это много своей умственной деятельности. И тогда ваш ум и ваш тело могут достичь гармонии, и вы можете жить естественно и жить более чем 100 лет. В результате ваш ум и ваше тело могут достичь гармонии, и естественным образом вы сможете жить дольше, дольше 100 лет. Здесь одним из самых значимых моментов является сон. И когда мы сейчас думаем о своём состоянии, понимаем, насколько сон важен и значим для каждого, мы можем сказать, что сон даже важнее, чем еда и питьё. Например, если мы не пьём, если мы не пьём за неделю, то есть ещё нет проблем, мы ещё можем жить. Но если мы не позволяем спать за неделю, то большинство людей умеют. Например, если мы неделю не пьём, то, может быть, это и не проблема, мы можем жить за неделю без питья. Но вот если человек не будет спать неделю, то большинство людей просто умрёт. Один человек был в презону. Когда он вернулся домой, и я говорил с ним, он сказал, «Вы знаете, самое ужасное, что в презону не позволили ему спать». И, наконец, он не знал, что это было. Он рассказал правду. И один человек, который был в тюрьме, я с ним разговаривал, он говорил мне, что самое ужасное для него было то, что ему не давали спать. И это было настолько разрушающе, что в конечном итоге он им всё рассказал, что они хотели. И мы знаем, насколько сон связан с нашим здоровьем. И проблема со сном — это не только бессонница, когда человек совсем не может уснуть. Есть и проблемы, когда человек спит, но качество сна очень низкое. И качество сна занимает значимое положение не только в исследовании Школы Жёлтого Императора. В Школе Бьян-Че также говорится о значимости сна. Школа Бьян-Че верит, что сон связан с двумя основными факторами нашего тела. Наш ум и наше сердце. На уровне духовном, информационном, мы понимаем, что это качество сна связано с нашим умом и физически это связано с нашим сердцем. Давайте попробуем объяснить другими, более простыми словами, что такое качество сна. Это неправильное взаимодействие между мозгом и сердцем. И тогда мы спрашиваем, в чем разница? Ведь и Школа Бьян-Че, и Школа Жёлтого Императора это все китайские медицины. А в чем их отличие тогда в их подходах? В Школе Бьян-Че было очень ясное руководство к тому, как нужно медитировать, чтобы открылось наше внутреннее видение, посредством которого мы могли бы получать образы и при помощи этих образов осуществлять диагностику. И в трактатах Жёлтого Императора тоже немного говорилось об этой диагностике по образам, но там практически не было упоминаний, как необходимо медитировать, что нужно сделать, чтобы именно активизировалось это внутреннее видение. И в основном Школа Жёлтого Императора, она... И в основном Школа Жёлтого Императора изучалась теми, кто практиковал даосизм и медитировал. Это было в Школе Бьян-Че, в Школе Жёлтого Императора были недоосы, но простые врачи, то есть они не медитировали и просто обслуживали императора. И можно это понять по-другому, что те, кто относится к Школе Жёлтого Императора, это врачи, это обычные люди, которые живут в обществе, ведут обычный образ жизни и лечат. В Школе Бьян-Че это были практикующие люди, и одновременно они являлись врачами. Их идея была достижение дао. В Школе Жёлтого Императора основной идеей было стать просто совершенным врачом. И мы развиваем Школу Бьян-Чуэ. Какие могут быть проблемы, если мы не можем хорошо спать? Мы уже с вами говорили о диабете, и если мы не можем хорошо спать, то это может повлиять на функцию поджелудочной и на повышение уровня сахара. И также мы знаем, что многие люди имеют высокую кровь. Если вы не сможете спать хорошо, то кровь может легко спать. Потому что если мы не сможем хорошо спать, то эмоции не хороши. Так что легко кровь может спать. И также мы знаем, что мы с вами уже говорили о повышенном давлении. И если мы не хорошо спим, тогда у нас могут меняться эмоции становятся более плохими, а это, как следствие, будет приводить к повышению давления. И если мы не можем хорошо спать, тогда у нас опускаются эмоции, то есть у нас появляется депрессия, беспокойство, стресс. Но в целом, что мы понимаем, что если мозг, который связан с нашими эмоциями, не может находиться в спокойном состоянии, то это может вызывать бессонницу. И, конечно, если мы не можем хорошо спать, то это может приводить к проблемам с сердцем. В любом случае, в течение всей нашей жизни необходимо, чтобы у нас было высокое качество сна. Потому что мы знаем, что если не можем хорошо спать, если у нас бессонница, то это может приводить ко многим проблемам со здоровьем. С точки зрения имидж-медицины, давайте мы посмотрим, какая может быть проблема, если человек плохо спит. Мы знаем, что проблем может быть много, как и в случае с диабетом. Но в конечном итоге, если есть неправильный образ между мозгом и сердцем, то это будет приводить к нарушению качества сна. Если этого образа нет, если мозг и сердце хорошо взаимодействуют, у нас может быть стресс, у нас могут быть какие-то эмоции, беспокойства. Но это не влияет на качество сна. Если мозг и сердце хорошо взаимодействуют, тогда наши состояния, наши эмоции не будут приводить к возникновению бессонницы. И мы не знаем, как находиться в таком месте, в такой среде, где не будет никаких эмоциональных проблем, где не будет стрессов и волнений. Например, вы идете на работу, не успеваете закончить свою работу, и тогда можете получить порцию стресса от своего босса. И в текущих условиях сейчас многие люди потеряли работу, у них нет денег и, конечно, нет возможности как-то защититься от возникающего беспокойства. Но если мы почистим образ, образ между мозгом и сердцем, тогда мы сможем хорошо спать и у нас будет больше сил противостоять внешним каким-то факторам воздействиям. И здесь мы при помощи мозга регулируем функцию сердца и позволяем им соединиться. Мы проводили много различных экспериментов и опытов. Я уверен, что у многих имидж-терапевтов тоже был подобный опыт. Когда к вам приходит клиент, вы его укладываете на массажный стол и начинаете лечить, то в процессе терапии многие из них засыпают. Я помню очень серьезный случай, когда человек уже на последних стадиях рака приехал ко мне в Сиэтл. И она сказала мне, что уже долгое время не может спать, то ли по причине стресса, то ли беспокойства. Вот это все не позволяет ей спать. И я начал ее лечить. И я закончил в течение 45 минут, и она проспала. И, конечно, мы не стали ее будить в конце сеанса. Она проспала больше трех часов. И после того, как она проснулась, она сказала, что у меня сейчас тело таким легким ощущается. Я уверен, что у каждого из вас в жизни был такой опыт. Не каждую ночь, нет, но иногда вы понимали, что вы так хорошо поспали, и ваше тело на следующее утро так хорошо восстановилось. И если вы реально хорошо поспали, вы энергичны весь следующий день. Я уверен, что у многих есть опыт, что если вы плохо поспали, то на следующий день ваш мозг очень медленно реагирует на все. Это означает, что сон для нас очень важен и значим. И за 30 лет своей клинической работой я встречал очень много людей с нарушением качества сна и бессонницы. Я помню, что мне не получилось помочь лишь двоим, а остальные очень хорошо благодаря моему лечению восстановились. У одной женщины с самого детства, практически 30 лет, была бессонница, и ничто не могло помочь, не было методов подходящих. Но интересным в ее случае было, что на следующий день она все равно чувствовала себя энергичной, и ее мозг хорошо работал. И это правда странно. И также в Германии я встречал мужчину с обратной проблемой. Он спал слишком много каждый день по 16 часов. Это тоже странно. Я только его встречал, и поэтому за короткое время не смог получить результат. И большинство людей с подобной проблемой уже даже на массажном столе начинают засыпать. И что нам нужно сделать, так это чтобы мозг работал, взаимодействовал с сердцем. Для большинства людей мы должны идти ложиться спать в 11 часов. И затем наш мозг говорит, что все, нам пора спать. Это наши знания нам так говорят, что мозг нам дает сигнал, что пора спать. Но мы ложимся в кровати, вроде пора спать, но наше сердце думает иначе. У нее много чувств, много эмоций, которые поднимаются и не дают нам спать. Это означает, что наше сердце не слушается нашего мозга, а мозг не слушается сердцу. И качество сна связано с тем, как мозг и сердце работают вместе. И те, кто изучал имидж медицину, информационную часть, знают, что нам на информационном уровне. Нужно отрегулировать взаимодействие мозга и сердца. Когда эти два органа взаимодействуют между собой, тогда мозг отдает команду, сердце ее выполняет. И наоборот, сердце отдает какой-то сигнал, и мозг ее выполняет. Есть правильное взаимодействие между этими двумя органами. А если мозг и сердце плохо взаимодействуют между собой, тогда в теле начинается конфликт. Кого мне слушать? Мозг или сердце? Чьим сигналом следовать? И мы видим на уровне образа, что есть образ между мозгом и сердцем. И это означает, что есть проблема в коммуникации, в общении между этими двумя органами. Если мы почистим, если мы сотрем этот образ, тогда сразу же человек вновь начинает нормально спать. И вот почему, когда мы лечим мозг, когда мы лечим сердце, особенно у детей, мозг и сердце могут показаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, и особенно если у детей начинается какой-то непорядок, нам нужно настроить, наладить их взаимодействие между мозгом и сердцем. Продолжение следует... Когда мы пробуждаем мозг, когда мы пробуждаем сердце, тогда развитие у ребенка улучшается. Продолжение следует... 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 когда мозг и сердце плохо взаимодействуют, этот плохой контакт даёт нам плохие эмоции, но когда у них настраивается взаимодействие и контакт, это даёт нам абсолютно другие эмоции. So, from Image Medicine for you, we need to build the relationship between brain and the heart, and let them to be in balance and to be in harmony. Okay, in general, we have insomnia problem, when we have anxiety problem, and there are some pews that can help. For example, many patients who came to me, they took their sleeping pews every day. But, as you know, they always need to take these pews because, again, this is not healing the problem, this is just control the symptoms. When we meditate, when we use image to build the good relationship between brain and the heart, and then, this problem will be erased, we don't need to take pews anymore. When we are sleeping well, a few goodness will happen. When we are sleeping well, when we are sleeping well. in the next day, you don't feel tired. All your tiredness is disappeared during sleeping. Not only human beings, even animals when they get sick, they need sleeping more, during sleeping, let their body heal itself. И это касается не только людей, но и животных. Когда они хуже себя чувствуют, им нужно больше спать, и тогда они через сон восстанавливаются. И мы знаем, что каждый день в нашем теле умирает большое количество клеток, но одновременно и появляется большое количество новых клеток. И многие исследования обнаруживают, что процесс регенерации происходит в основном ночью, особенно во время сна. Если в ночь вы не могли спать хорошо, как-то тратить это время, тогда это влияет на состояние здоровья. И нам всегда нужно смотреть, а какое у нас сейчас качество сна. Надо всегда проверять своё тело, какое у меня сейчас качество сна. Если мы не можем хорошо спать, это оказывает значимое влияние на наше тело, и другие восстановительные процессы могут качественно не происходить внутри. И я надеюсь, что все вы будете хорошо спать. И надеюсь, что у каждого из вас будет хорошее здоровье. И начиная с завтрашнего вечера мы будем стараться помогать людям улучшать качество сна. Мы начнём завтра вечером в восемь часов по московскому времени. Это всё на сегодняшнюю лекцию. И увидимся с вами тогда завтра в восемь вечера по Москве. И любые вопросы вы можете писать вот на этот e-mail, который вы сейчас видите на экране, или вот на этот номер в ватсапе. Окей, спасибо вам большое. Спасибо.